Ракетная бригада в Шуе открывает двери. Скрытые от любопытных глаз воинской части обычно недоступны для посетителей. Исключение сделали только для будущих сотрудников. На экскурсию сюда пригласили выпускников вузов и СУЗов. Познакомиться с внутренним распорядком и условиями контракта пожелали чуть больше полусотни молодых людей. Изменения в федеральном законодательстве предполагают возможность для мужчин призывного возраста по завершении учебы заменить срочную службу на контрактную. Вместо одного года – два, но уже за зарплату и с прочими привилегиями. Рекламент служебного времени на служащий контракт соблюдается. Прибытие 8.30, прибытие 18.30, обедать с двух до четырех дня. Ракетной бригаде в основном нужны водители категории С. Тех, у кого права управления тяжелым транспортом до 3,5 тонн весом нет, готовы научить. На базе нашей части мы организовали подготовку на категории С. Стоимость этой подготовки на 50% дешевле, чем стоимость просто прийти в лесах и отучить. Категория С получает военнослужащих на протяжении учения трех месяцев. В ходе обзорной экскурсии посетителям рассказали историю 112-й гвардейской новороссийской ракетной бригады. В Шуле она базируется с 1990 года. В настоящий момент перевооружена ракетным комплексом «Искандер». Служить здесь – большая честь. Тот, который в армии парень отслужил, и когда девчатам тоже говорят, если он вам вдруг скажет, что он не может готовить, не может подшивать, не может пеленку постирать и прочее, он вас просто обманывает. Прошедший армию парень может все. Показали ребятам и условия проживания казармы, правда, здесь на нерядовой случай. В основном контрактники живут дома, а на работу приходят, как все, с утра. По условиям отличий от работы на гражданке не так много. Соцпакет, отпуска – все как положено. Правда, к здоровью, физической подготовке вопросов чуть больше. На каждого военнослужащего скрепляется свой градусник. Приходит фельдшер дивизиона, меряет и утром, и вечером температуру, дабы человек не заболел. Условия работы устроили даже самых требовательных критиков – мам будущих военнослужащих. У меня сын заканчивает институт в этом году, защищает в июне месяце диплом. Сам планирует дальнейшее заученное образование в магистратуре и смотрит военную специальность, чтобы можно было продолжать учиться, совмещаясь с военной службой. Знаете, ну, наверное, банально скажу, государева служба, она всегда была государевой службой. Это надежно. Ну и, конечно, военные познакомили молодых мужчин с боевой мощью части. Равнодушных не осталось. На этом столе основные образцы вооружения в нашей части. Это учебное оружие представлено АКСУ, автомат Калашникова, складной аниверсаль, полукороченный, ручной пулемет Калашникова, АК-74 и РПК. По срочной службе не хочу служить. Хочу служить сразу по контракту. Закончил я, заканчиваю выше. По-любому надо было бы идти куда-то. Поэтому я решил по контракту. Лучше как бы два года, а не полегче будут, чем один год. 112-я ракетная бригада укомплектована военнослужащими по контракту только на 90%. Остальные вакансии открыты. К соискателям большие требования. Выбирать будут только самых физически крепких и эмоционально устойчивых. Мы приоритет отдаем в первую очередь гражданам, которые имеют какие-то уже специальные навыки, знания, специальности. Особенно нам ценные водители, механики водители. Но тем не менее мы берем и те граждан, которые не имеют еще каких-то специальностей. Организуем подготовку в специализированных учебных центрах Министерства обороны. Готовим из них уже настоящих специалистов воинов-аркетчиков. Желающим военные предложили попробовать силы, сдав нормативы по физической подготовке. 10 подтягиваний минимум и 100 метровка за 15 секунд. Армии нужны настоящие спортсмены. В завершении экскурсии молодым людям предложили написать заявление на прохождение службы по контракту именно в этой части. Около 10 человек согласились, не раздумывая. Мария Смирнова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново, Шуя. Продолжение следует...